всем привет дорогие друзья приветствую вас на моем канале сегодня я просто решил погулять отличный день воскресенье у меня выходной это очень уникальное сочетание пройдусь по райончику интересно изучить что здесь где расположено стадиум он смотрите такая кайфовая аллея какие-то хвойные деревья растут кипарисы наверное или чё нет не кипарисы кипарисы как свечки эти разлапистые или кто это секвойи может быть все может быть такие кора такая прикольную секвойи такая же кара я видел там в парке в одном цветочки ягодки какие-то не цветочки ягодки наверно волчья ягода растет ха 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 смотри как много едет по щекаю да и и куда же нас эта аллея кайфовая приведет ну прямо я вообще не знаю не могу восхищен столько деревьев разных я честно говоря не ботаник а больше по животным интересуюсь животными но тут прямо разнообразие огромное он тут где-то даже церковь неподалеку есть церкву построили черку лужи кайфовая кайфовая лея но не надо забывать что под ногами тоже могут служить детский садик вон кипарисы вдали стоят свечки вот эти вот узенькие как морковки или как свечки стройный как кипарис местные даже немножко на них ворчат вот опять кто-то посадил кипарис потом вымахает будет окна закрывать я думаю господи чему вы там ругаетесь кипарис за такой кайф южное растение вот немножечко там если вы видите по середине кадра горы начинаются пока что я иду по ровному никаких подъемов никаких спусков кипарисы растут домики двухэтажные трехэтажные небольшие классно мне нравится вот такой тихий райончик спальный район так и является двухэтажные домики хотя земля здесь дорогущая но видимо не не везде еще эти построили отель и прочую прочую ерунду банан 27 октября банан растет у нас они на зиму то с листья свои не сворачивают кайф это лаврушка по-моему или чуть такое не знаю но сейчас река будет хирота надо будет обязательно поснимать реку может там уточки есть на ней прошлый раз шел в магазин в магазин шел уточки сидели а из магазина еду опять реку перехожу все уточку уже нет уже улетели ходили уплыли куда-то убежали не тут по моему только от реки мост самой реки в данный момент еще пока нету потом вот весной когда в горах будет таять снег побежит полноводная вода река будет полноводная воды будет много сейчас вон маханьки ручеечек как у нас косушка такая же река по размеру вот долина реки все как полагается речка тут какие-то горы частный сектор уже начинается классно вы посмотрите какой кайф у нас перми тополя такие раскидистые здесь не тополя что-то другое шершавый такой ствол и листья непонятно что за дерево такое я не знаю раскидистые прямо дышишь просторно кажется так домики такие небольшие даже с огородиком с каким-то с огороженным в нем пальмы растут замечательно о еще четко тут какие-то даже эти плоды на этом дереве сейчас я покажу вам сфокусирую камеру ну-ка где тут у нас что на ней растет так ярче сделаем и в центре кадры какие-то плоды зелененькие на зеленом фоне что это за фейхуа или кто это такой каштан может каштаны вроде большие деревья точно наверно каштан смотрите классно да что-то растет съедобное надо на земле поискать эти плоды может они уже отпадывают на земле посмотрела ничего такого похожего на плоды нету копаться не буду сейчас копаются в основном те кто ищут закладки нафиг не надо мне всяких этих подозрений в свою сторону однако здравствуйте однако вот так вот кайфовое местечко нивушки вокруг ездят белые все намысленно водят что надо мне мою белую ниву продать нафиг и купить еще одну белую ниву только поновее все думаю думаю моя старая него все не продается не продается сюда ее вести ой не знаю не знаю привезти то ее сюда конечно можно но это ремонт глобальный рублей на на 200 на 300 тысяч потому что подвеску надо все сделать мост отвязать тормоза тормозную систему все хорошо сделать карбюратор надо заново отрегулировать это такая жопа кто бы знал территория охраняется собакой написано и там идет охранник сейчас на меня съест видите какой мощный злобный охранник или может это тихий убийца тихо подходит и убивает он собачка хороших что вы она просто охраняет она на работе потом пойдет домой вечер добренькая собачка не надо в нее наговаривать все таки я знал что ее здесь выращивать смотрите какая красивая трава растет белая по седа такие метелки не знаю что-то может чьи-то владения я поснимаю траву вот это да вот это мне нравится вон там их несколько кустиков вообще классно такую да травушка муравушка южная южная флора и фауна смотрите какой кайфовый запорожец до сих пор на ходу ездящий у меня вот недавно возникла мысль почему я 37 лет прожил и ни разу не ездил на запорожце ну просто хоть где-то вот попробовать не обязательно его покупать попробовать прокатиться у кого-то взять но на полчасика она и еще и ни разу не ездил на грузовике не обязательно там какой-нибудь гигантский ман можно в обычный камазик или ну хоть у кого-то тоже там буквально в аренду взять у меня конечно грузовой категории нету но попробовать прокатиться день там на полигоне в поле в лесу чтобы никого не задавить ну или на учебном хотя бы прокатиться о жигули классика летает ну так вот это же интересно мне кажется я что-то как-то пропустил немножко вот это вот странно надо точно как-нибудь можно грузовую категорию выучиться водителем грузовика я вряд ли буду потому что с моими навыками и умениями я точно куда-нибудь въеду стопудово но в принципе грузовую категорию иметь не лишнее тут-то в сочи на грузовике ездить истинное мучение зимой много машина летом еще много машин много велосипедистов самокатчиков пешеходов туристов которые на солнце перегрелись и ничего вообще не видят так что это сомнительно удовольствие в принципе грузовая категория это клево вот это вкус называется бамбук не что иное как бамбук